Привет, друзья, с вами Вайми, и я рипнулся в Beyond League на своём Shadow. И, в общем-то, я хотел бы поговорить не только об этом, но и вообще о хардкоре и всём тому подобном, но для начала я хочу поговорить о том, как я, собственно, рипнулся. Shadow у меня 62 уровня, это, естественно, стандарт, потому что я рипнулся. Одна смерть. Так, я забыл. Я умер один раз, естественно, потому что я рипнулся на хардкоре, там нельзя умереть больше одного раза. Ну и, в общем-то, на самом деле, это было в основном из-за невнимательности. В общем, как это случилось? Я фармил доки, сейчас я, конечно, это в таком же виде не покажу, потому что Beyond'овские мобы и всё тому подобное, но смысл, наверное, понять можно. Я фармил доки, убивал там мобов, качался. В какой-то момент засполнился пак Beyond'овских мобов. Точнее, на самом деле, засполнилось два пака Beyond'овских мобов. Но я заметил только один из этих паков, и, соответственно, я начал их кайтить, убегать от них. За мной побежали только редкие, точнее, не редкие, а магические мобы, чемпионы, синие милишники какие-то там или что-то подобное было. Я их убил, откайтил, потом вернулся. И увидел, что там стоит чувак где-то вдалеке и кастует на меня Stormclaw. Stormclaw, которого у меня на этом персонаже нету, но хрен с ним. В общем, это такая обилка, которая... Она помечает цели на земле, и через там пару секунд по всем этим целям одновременно бьет молния. И я подумал, что это тот моб, который кастует на меня Stormclaw, это редкий моб от этого пака, который я только что убил, потому что это логично. Потому что я не знал, что там два пака заспаунилась. И поэтому я подумал, что если он только что скастанул Stormclaw, то есть только что все эти цели молнии ударил по всем этим целям, значит, следующие там полторы-две секунды я в безопасности, так что я остановился, кастанул кинжалы и словил сразу же еще один Stormclaw, который, по сути, ваншотный у меня. Ну, то есть он не совсем ваншотный у меня, у меня было около 2000 хп, то есть не полная жизнь, но меня убило мгновенно просто. Ну, печаль, что поделать. Надо следить за бьендовскими мобами, и надо не стоять в Stormclaw, даже если я думаю, что он не сработает в следующие там две секунды. Ну, да ладно. В общем, надо быть внимательнее, надо, возможно, также иметь больше, больше жизни. Потому что резиста больше иметь сложно, потому что он у меня 75. У меня все резисты 75, кроме хаоса. Так что да, то есть при 75 резиста меня Stormclaw убил там с 2000 хп до нуля. Ну, он не с одного, потому что там несколько целей было, то есть я под несколько сразу попал, но, по сути, с одного. Мгновенно. Я ничего не мог с этим сделать. Я могу, наверное, вылечиться перед этим, чтобы у меня была полная жизнь, и тогда, возможно, было бы все лучше. Ну, да ладно. Ну, в общем, да. На самом деле все не настолько плохо, как могло бы быть, потому что, ну, умер и хрен с ним. У меня, по крайней мере, там никаких экзалтов с собой не было. У меня был один хаос, что немножко печально, но на Бионде у меня там штук 10 этих хаосов в сундуке, так что я не особенно парился по этому поводу. То есть если бы мне выпал экзалт, естественно, этот хаос, понятно, он выпал мне там за 10 минут до того, как я рипнулся, так что я не выложил его в сундук. Если бы мне выпал экзалт, я бы сразу его подобрал, открыл портал и положил бы в сундук. Хаос, пофиг. Так же, немножко печально то, что у меня пятилинковая броня, которая мне тоже незадолго до этого выпала. В ней даже нет пятого камня. Я так и не придумал, что туда вставить, а реролить у меня не хватало хроматиков, чтобы, как бы, идеально было бы два красных, два зеленых и синих в такой ситуации. Или два синих, два зеленых и красный, в зависимости от того, какие у меня доступные камни, но у меня нет второго нужного синего камня. Но у меня там было что-то типа 20 хроматиков, то есть это было бы достаточно сложно заролить. Два красных и синих на броне, которая эвейженовая, дексовая, в общем. В общем, это все не очень хорошо. Ну и зеленый... Я мог бы, конечно, вставить какой-нибудь там ледяной урон или что-нибудь подобное, но у меня его не было, тоже камня. В остальном я ничего особенного не потерял. Единственное еще ценное, что я потерял, это эфирные кинжалы с качеством 10, которые я нашел и прокачивал, чтобы потом заменить свои эфирные кинжалы без качества. Потому что с качеством 10 они наносят больше урона. На 10% или типа того. На 7%? Мне казалось, на 10. Ну да ладно. Неважно. В общем, в итоге, когда я бы я их докачал до такого же уровня, эти 15-го, эти 13-го, я бы заменил свои качественными и наносил бы немножко больше урона. Но на самом деле я ничего особенно серьезного не потерял. То есть у меня уникальных предметов нет. Хорошего особенного шмота, кроме пятилинковой брони, у меня тоже нет. Ну там кинжал более-менее нормальный. То есть на нем мано-реген и спелдамаг. И в принципе все. Так что не настолько нормальный щит. Ну 40 лайкинг резиста. Броня достаточно трэшевая. То есть это просто синяя пятилинковая броня. Хотя и хорошая синяя, то есть 69 максвайфа и 29 код резиста, это нормально. Но все равно перчатки, на которых я заролил, закрафтил файр резист, потому что мне его не хватало. Сапоги, на которых я закрафтил код резист без жизни. Тоже не очень хорошо. Пояс какой-то трэшевый. Кольца у меня вообще абсолютный трэш синий. Возможно, это тоже одна из причин, что я умер. То, что у меня синие кольца на Мерселесе. Ну да ладно. В общем, не очень хороший шмот, ну и хрен с ним. Так что да, умирать нехорошо. Ну и в целом, я после этой смерти как-то немножко задумался о том, что вообще, чем мне нравится и не нравится хардкор в пое. И я понял, что он мне не нравится в основном одной такой вещью, которая называется логов. То есть тем, что можно быстро логоваться в бою. То есть это... Я не говорю, что игра от этого плохая, но я говорю, что мне это не нравится. Как бы, поскольку существует эта возможность быстрого логов, и разработчиками одобрены макро, которые выкидывают персонажа в логов. То есть я могу нажать там F5 и мгновенно выйти из игры. И таким образом я могу себя спасти. То есть получается, что если все хорошие игроки умеют это делать, то убить их можно только чем-то, что убивает их мгновенно. Потому что если я там трачу 90% своей жизни мгновенно, но после этого не умираю, то я просто беру и жму F5. И выживаю. Потому что задержка при этом логове, она очень небольшая. Она есть, конечно, там где-то полсекунды-секунда. Но я могу сделать вот так, и я все еще жив. Если я зайду обратно, я наберу DEST, и мне выдаст, что у меня все еще одна смерть. Одна смерть. И проблема здесь в том, что приходится разработчикам балансировать игру под возможность этого быстрого логова. То есть поскольку можно одним кликом выйти из игры, то все то, что не может вас убить там меньше, чем за секунду, оно не может вас убить в принципе. То есть оно может вас убить в принципе, но оно не может убить в принципе там какого-нибудь игрока на топе ладдера. Потому что он умеет играть, и он просто нажмет F5, или там что у него, на что у него это за... поставлено. Это макро. И на самом деле это не очень хорошо, потому что получается, что что было в инвейжене, были все боссы с этими своими ваншотами и огромным количеством дамагов в секунду, что здесь бейондовские мобы тоже примерно то же самое. То есть от них сложно умереть из-за того, что у вас кончилась жизнь, и кончились бутылки, и все тому подобное. Потому что вы либо пьете бутылку, которая с мгновенным восстановлением, либо жмете Alt F4, F5, там что-нибудь подобное. Бутылки в этом плане, они не настолько плохи. То есть бутылка, она тоже, она мгновенно лечит меня на четверть моей жизни. Но бутылка кончается. Бутылка у меня кончилась, теперь я не могу мгновенно лечиться. Но если бы у меня первая бутылка тоже была с мгновенным лечением, то я мог бы там еще три раза мгновенно восстановить себе четверть своей жизни. Но если у меня есть вот эта вот кнопка F5, которая у меня, F5, естественно, это скрипт, то у меня, по сути, бесконечное количество этих бутылок, потому что когда у меня там быстро падает жизнь, я жму F5, и я снова в городе с полной жизнью, с полными бутылками, и все тому подобное. И это... Но опять же, я не хочу говорить, что это не очень хорошо, потому что это нехорошо и неплохо само по себе. Это просто мне не нравится такой баланс в плане хардкора. То есть получается, что хардкор это кто кто более вовремя сможет нажать Alt F4, по сути. Alt F4 на самом деле немножко хуже работает, потому что самый быстрый метод логов это именно упс. Это именно логин скрин. То есть на выбор персонажа дольше, из игры совсем тоже немножко дольше, там на несколько секунд разница. Это почти мгновенно. То есть, по сути, у меня скрипт, который нажимает Escape и кликает в центр экрана. Ну, не совсем в центр экрана, или даже совсем в центр экрана. Я не уверен, где именно это расположено. Но, в общем-то, да. Такая вот фигня. И мне это не очень нравится. Кому-то это, возможно, очень нравится. Так что, опять же, я не говорю, что это плохо. Это просто то, что не совсем нравится мне. Но, тем не менее, я буду продолжить играть на хардкоре. Вообще, меня больше всего опечалило о том, что я умер именно на 62 уровне, потому что есть тут... Черт, я не могу посмотреть челленджи в этой лиге. Но если я сейчас перезайду на кого-нибудь, кто у меня в Rampage, например, и нажму Челленджи, то есть челлендж достигнуть в Rampage или Beyond 65 уровня каждым персонажем. Я достиг 62-го за Shadow. И это меня немножко опечалило более, чем тот факт, что я потерял свой 5-линг там, 5-линговый армор. То, что я потерял с 10-ю качеством эфирной кинжалы и все там подобное. Если бы я дошел до 65 уровня, я бы дальше, наверное... Ну, не знаю, играл бы я на хардкоре в принципе или нет, но я бы не играл за Shadow точно. А так, я хочу дальше играть за Shadow. То есть, я не то, чтобы хочу. Я хочу получить этот челлендж. Так что... Я в любом случае хочу дальше играть за Shadow, только не уверен в Beyond или в Rampage. Скорее всего, в Beyond, потому что я все-таки хочу посмотреть, что там еще будет. Потому что там все-таки есть... Есть интересные вещи. Ну и опять же, челлендж на Beyond-овских боссов тоже надо когда-то пройти. Так что да. Но я не уверен, каким билдом играть. Я не совсем уверен, хочу ли я играть теми же эфирными кинжалами. И вообще, я хочу, чтобы вы это решили, поэтому я оставлю в описании видео вопрос. У меня сейчас есть выбор играть эфирными кинжалами, тем же самым билдом, который у меня сейчас. Или же, как вариант, я могу играть за Shadow, наверное, с помощью ледяной стрелы. С крит-билдом. Возможно, из этого что-то хорошее выйдет. Возможно, нет. Не уверен на 100%. Но это надо думать. Но в любом случае, рейнджером я не хочу играть, потому что рейнджер у меня уже есть на Рэмпейджа. Так что, если собирать билд с ледяной стрелой, то это, скорее всего, будет либо Shadow, либо Sion, либо, возможно, Дуэлист. Хотя там все хуже получается. За Sion тоже все хуже получается. Здесь, ну, физдамаг, конечно, не особенно нужен. Хотя можно скорость атаки взять. То есть физдамаг, физдамаг, скорость атаки, скорость атаки. Координация. Это скорость атаки еще. Projectile Damage, который влияет на ледяной выстрел. Потом мувспид и физдамаг. Пригодит. Физдамаг, в принципе, скейлит ледяной выстрел. Дальше можно взять крит. Дальше можно там вот эту вот всю фигню взять. Можно, опять же, пойти к рейнджеру и взять здесь крит какой-то. Aspect of the Eagle. Потом здесь крит. Здесь на луке что-то. Здесь еще какой-то крит. В общем, таким вот образом по правой части скилл 3 пройтись. Он дрозгайл, наверное. И вейжен. И все тому подобное. Так что это вариант. Ну или же еще раз играть тем же самым билдом, который сейчас. Сейчас он у меня на 62 уровне более-менее нормально работает. И даже Beyond League меня стала напрягать намного меньше. В основном потому, что у меня много ДПСа. То есть у меня сейчас почти 3000 ДПСа с дамаговыми аурами. И биондовских мобов я убиваю достаточно быстро. То есть я обычных мобов убиваю быстро. Сейчас я найду какой-нибудь еще пак. То есть это то место, где я был в игре. То есть я качался в доках на 62 уровне. Тот же самый уровень, который у меня. И вот если я соберу какой-нибудь там пак мобов, я кидаю там 3 раза кинжал, и она убивает большую часть пака. Иногда критует и убивает большую часть пака еще быстрее. То есть ДПСа хватает. Проблема в том, что я не могу активировать все ауры сразу. То есть я точнее могу активировать Grace плюс Hatred. Но тогда у меня почти не остается маны, чтобы кастовать. Ну хотя я все равно могу достаточно долго кастовать, пока она не кончится. Потому что легена у меня много. Так что возможно это тоже вариант. Но суть в том, что без Grace у меня 1800 брони. Ну 1900 по сути. Что маловато, конечно. С Grace у меня получается 5000 брони. По сути, большую часть времени я бегал без Grace и с Хейтридом. То есть атакующей аурой. И потом я недавно взял Geralt of Ash. Это дает мне плюс 15% моего физдамага. Хейтрид дает мне плюс... Плюс 35... Нет, плюс 33% моего физдамага в качестве дополнительного элементального урона. То есть это увеличивает мой урон довольно сильно. Потому что от этого скейлятся кинжалы. То есть так у меня 2000 ДПСа. С этим всем у меня почти 3000 ДПСа. Что хорошо. И мана, оставшаяся с Clarity, мне ее хватает достаточно надолго. Единственная проблема, что когда спаунятся, например, на карте враги с Липсламом или с Чарджем или с чем-то подобным, то я переключаюсь на Grace, потому что иначе они мне там сносят половину хп одним попаданием. И это неприятно. Так что на некоторых особо опасных картах я переключался на Grace. Также какое-то время я ранил вместо Added Fire Life Leach, который где-то у меня есть, наверное, на свапе. Да, Life Leach. Это помогает, потому что я лечу себя, когда я атакую врагов. Но, естественно, ДПС от этого еще падает, потому что сейчас у меня 2800. Без Added Fire у меня 2300 всего лишь. Так что это проблема. И поэтому я хотел этот пятилинковый армор переролить, чтобы в нем было два красных, два зеленых и синий. Чтобы я мог Life Leach плюс огненный урон поставить. Два синих было бы лучше в теории, потому что спел эхо, но у меня его нет. Так что я не могу его поставить. То есть два синих, один красный для Life Leach и два зеленых. Это, естественно, Проджектилы и Эфирные Кинжалы. Проджектилы, кстати, если их убрать, у меня дальность, конечно, понижается. Но суть в том, что дальность у меня на самом деле все равно плюс 30 со скилл 3. И если взять... А, это не те. Тут плюс 88 получается. Если взять какой-нибудь там Жезл со скоростью Проджектилов, она на нем спавнится, то можно вполне вынуть этот суппорт и без него бегать. И вполне нормально получается. Проблема в том, что у меня сейчас нет Жезла со скоростью Проджектилов, так что это не очень хорошо. Ну, что поделать. Так что, в принципе, нормально оно получается. И Биондовские мобы довольно быстро отваливаются в таком сетапе. То есть, ну, 3000 ДПСа для доков это, наверное, нормальное количество. Жизни у меня маловато. В основном потому, что у меня там на многих шмотках нет жизни. У меня мало жизни на поясе, у меня много жизни на перчатках, у меня много жизни на броне. Адекватное количество жизни на шлеме. Тут мало, 35. На сапогах нет. На кольцах нет. На амулете 60, нормально. Но кроме жизни на нем ничего полезного нет. Немножко лайтинг резиста, который, по-моему, все равно мне не нужен. Да, я могу спокойно снять амулет. И у меня все равно хватает силы и интеллекта. Я его брал когда-то для того, чтобы мне интеллекта хватало на что-то. И жизнь у меня, конечно, уменьшается, но все остальные параметры на нем мне абсолютно ничего не дают. Так что амулет стоит сменить. Ну, стоило бы, если бы я продолжал играть этим персонажем. Кольца синие, это, естественно, трэш. Они еще и там, ну, 55-54 уровня, так что не такие уж трэшевые. Пояс, скорее всего, стоило бы сменить, хотя на нем есть жизнь. И один резист и броня, так что брони он мне дает достаточно много. Ну, не знаю, в общем. Со шмотом у меня проблемы, естественно. Так что, да. С хорошим шмотом я бы, возможно, выжил. Потому что 2000 жизни, это немного. Также мне бы хотелось заиметь реген. Так что если бы я еще раз играл таким же билдом, я бы взял вот это вот. 1% регена. Это полезно. Ну, а кроме этого, в целом, скилл 3 бы, скорее всего, осталось примерно... Ну, не таким, как она сейчас, потому что сейчас она не доделана, естественно. Но я чуть попозже покажу, каким. Что касается шмота, точнее, что касается камней. Основной стап. Адетфайр, фестеркастинг, эфирные кинжалы и скорость проектов. Дальше, опять же. Лайфлич можно. Можно спел эхо. Можно импауэр, если он есть прокачанный. Можно какой-нибудь там дополнительный хаос урон, который много прибавляет. Или, я не знаю, еще что-нибудь. Но это вот основные суппорты. Эхо прибавит кучу ДПС, потому что скорость каста повысится чуть ли там не в два раза. Лайфлич прибавит выживаемости. Импауэр прибавит кучу ДПС, потому что повысится уровень эфирных кинжалов. Но импауэр прокачивать сложно и очень долго. И сам его найти или купить где-то надо. Ну, в общем, хрен с ним. Дальше ауры. Грейс, Кварити, Хейтрет, Резюст Мана. Здесь просто Лайтинг Варп. Надо на него скорость каста повесить. И потом надо на него повесить уменьшение времени действия, чтобы он быстрее телепортировался. Потому что сейчас он все-таки с задержкой телепортируется. Особенно далеко. Можно его сделать почти мгновенным. Что еще? Геральдов Эш пока что просто так висит. Опять же, на него стоит повесить Резюст Мана, чтобы он меньше Маны жрал. Но мне сейчас хватает Маны даже без этого. От прокачки он, по-моему, получает только урон овертилов, которые не работают на магию. Они работают только на атаке. Так что прокачка его абсолютно бессмысленна. Но он от этого не становится дороже по Мане, так что пофиг. И, собственно, все. Больше у меня нет никаких линков. Так что да, у меня еще проклятие висит отдельно Projectile Weakness, которое повышает мой урон по врагам на 27%. Оно повышает урон от Projectile, так что эфирные кинжалы работают с этим всем. И также 22% шанс оттолкнуть противника назад и 54% шанс пробить противника насквозь. Не уверен, что это с кинжалом работает, но если работает, то хорошо. Если нет, то хрен с ним. И я, по-моему, вот это вот не сказал. Арк для добивания. Арк, рарити, коллинг, страйк. То есть если у противника мало жизни, я кастую на него арк, и он умирает от этого. Дамаг здесь пока что довольно трешевый, но арк низкого уровня. Можно вместо арка использовать что-нибудь другое, без проблем. В общем, такой вот билд. Что касается скилл 3, я так и не соединил здесь. Я брал много аур в последнее время, чтобы включить Хейтрид и Грейс. Или хотя бы Хейтрид и Геральд оф Аш. И иметь все-таки какой-то запас маны. Потом мана, мана реген. Здесь потом я бы взял ману, здесь потом я бы взял Life and Energy Shield. И вот речь батаре у меня, естественно, есть, чтобы конвертировать всю мою, весь мой щит в ману. И это мне прибавляет там какое-то количество маны. Потому что у меня здесь 32, здесь 61, здесь 20. И, по-моему, все. Мало. Печаль. Ну, естественно, аэрон рефлексы, немножко жизни и урона здесь и все тому подобное. В общем, да. Вообще, план скилл 3 был примерно такой. То есть сначала я качаю физдамаг, физдамаг, координация, снайпер. Потом я иду вниз через вот это вот все и беру Баллистик Мастери. Потом в итоге, когда я соединю здесь, я отменяю эти два поинта, потому что они уже не нужны. А здесь соединять выгоднее, потому что я здесь беру по пути еще всякую хрень. Аура здесь потом. Сначала жизнь, мана, жизнь. Еще мана. Это можно взять. Мана реген прибавляет, это полезно. И спелдамаг прибавляет, это тоже полезно. Жизнь. Я вот речь баттери, чтобы с маной меньше проблем было вниз через эвейджен. Айрон рефлексы. Жизнь. Это вот жизнь и фласки, это полезно. То есть от этого, от этих поинтов мои бутылки лечат меня там на 60% больше. То есть та моя лечилка, которая сейчас восстанавливает мне четверть жизни, она будет восстанавливать почти половину жизни мгновенно. Что хорошо, естественно. Тут жизнь. Майн доброматор, то есть 30% моего, 30% получаемого мной урона идет не в жизнь, а в ману. И потом уже здесь ведьму добирать. Жизнь и мана. Жизнь и мана. И куча маны просто так. И энерджи щилда. Ну и ауры. Ауры в основном нужны, чтобы они меньше маны жрали. Так что да. И получается в итоге у меня там что-то типа плюс 168% максимум жизни. Лайф лич. Опять же, я бы взял вот здесь вот еще реген, потому что 1% регена это полезно. Но хрен с ним. Дальше. Физдамаг плюс 89%. Проджекты у дамаг где-то здесь отдельно. 51%. И... Скорость каста... Спелдамаг 12%, скорость каста 24%. То есть получается достаточно неплохой ДПС. Его хватает. Можно пробовать крит билд. Тот же самый. Тогда, наверное, стоит дропнуть Майн Добрый Маттер. Потому что такое количество маны и ман регена и всего тому подобного не получится набрать с... Ну, уложившись в то же количество очков. То есть если отменить вот это. Отменить там ману здесь. Отменить ману и жизнь здесь, возможно. Здесь все отменить. И вместо этого взять крит тут. Где еще есть крит? Крит тут. Возможно, не весь. Потом это для дайгеров, это для дайгеров, это меткость и крит шанс. Вот этот вот крит где-нибудь взять. Ну, просто здесь же его взять. И все тому подобное. Ну, до этого уже не дотянуться. Вот здесь вот крит. Крит множитель. И получается, что... Вот этот, возможно, тоже, но уже по поинтам не входит. Но если, допустим, вот это вот взять и что-то где-то еще отменить. Там какую-нибудь жизнь, какую-нибудь там вот эти вот бутылки с жизнью. Ману здесь. 117 поинтов. Более-менее нормально для совсем энгеймового билда. И получается, что у меня... Что у меня получается? Где крит? Крит, 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 крит. Крит шанс плюс 250. Спел крит шанс плюс 165. То есть получается плюс там 415 крит шанса. И плюс 90 множитель. То есть будет не в полтора раз больше урона носить критами, а в 2,5 практически. И крит шанс будет, если базовый 5, то он будет увеличиваться там в 4,5 раза здесь. Плюс, естественно, с таким билдом нужно будет там брать палку на крит, кинжал на крит. То есть кинжал он прибавляет плюс 40% глобального крит шанса. Плюс там кольца на крит. Второй кинжал на крит можно взять кинжал, который дает плюс 80%. Можно взять стат, который на оружии, который повышение магического крит шанса. Такое тоже бывает. В общем, можно набрать довольно много крит шанса. Проблема здесь в том, что вы убьете себя об рефлект. То есть мобы, которые отражают урон. Проблема в том, что... Допустим, если вам встречается пак, который отражает физический урон, он отражает 12% получаемого ими физического урона. В данном случае я наношу 600-900 физического урона. Ну, допустим, 700 я наношу физического урона. Они отражают 12%. Где-то там, ну, 100 урона, допустим, я получаю. Если я критую, и если у меня больше крита, больше урона и больше всего тому подобного, то у меня получается, что я наношу им там не 700 урона, а 3000 урона. И они отражают мне уже там не 100 урона, а там 350. Опять же, это немного кажется, но проблема в том, что я попадаю по 10 противникам сразу, потому что у меня 10 кинжалов, и 10 противников сразу отражают мне по 300 урона. То есть мне, получается, нужно танковать не свой ДПС, а свой ДПС, увеличенный в 10 раз. В этом проблема. И если это карта со встроенным рефлектом, плюс еще пак мобов с рефлектом, то там отражается, по-моему, 30% урона. То есть убить себя вполне можно критующими кинжалами. Ну, естественно, когда у меня там будет больше левого кинжала, больше урона, у меня они будут там не 700 наносить за не критующие выстрелы, а там 2000. И получается, при крите они будут там по 5000 наносить каждому монстру. Соответственно, я наношу 50 тысяч урона, и мне отражается там 30% от 50 тысяч урона. И мне это нужно как-то затанковать моей жизнью и моим армором, которого не очень много. И поскольку это спелт, то у ворот от этого не работает. То есть крит хорошо работает в билдах, которые атакуют, конкретно в рейнджевых билдах, то есть спектр троу или луки, потому что можно взять ондерсгайл, который удваивает шанс у ворота от прожектов, то есть от дальнобойных атак. И это работает на отраженный урон. То есть я попадаю в противника из лука, у меня там шанс у ворота 45, допустим. Просто, в принципе, получается от этого рефлекта у меня шанс у ворота 90%. И он по мне просто не попадает рефлектом. И все хорошо. От спелов ворачиваться нельзя, то есть только броня снижает мой урон. Резисты тоже не снижают мой урон, потому что это физически в основном спел. И я просто убиваю себя с одного выстрела аппак рефлексующих мобов. Можно, конечно, пить бутылки, можно, конечно, использовать там иммортал колу для того, чтобы пережить это все. Но все-таки это неприятно. Это минус крит билда. Но если аккуратно играть или если не играть на хардкоре, то это было бы более, наверное, хорошим вариантом. Потому что ДПС там получится сильно выше. И все-таки старт за шедоу, он подразумевает, по сути, крит билд эфирных хинжалов. Потому что физдамаг, физдамаг, физдамаг. Скорость проектов. Тут куча крита. То есть вот это вот все 20, 20, 20, 20. 30 и еще и множитель. Здесь еще 20 крит шанс. Здесь, где это было? Где-то здесь рядом еще был какой-то крит. Здесь крит шанс много. 50, 15 и 15. То есть 80 и еще 10 крит множитель. А здесь вот это вот все. 20, 20, 20. Нет, 20, 20, 10, 10. То есть 60 плюс еще 60. 120. В общем, дофига крит шанса поблизости. И дофига проектов дамага поблизости. То есть да. С критом получится хорошо. Но опять же основная проблема в том, что во-первых будет немножко меньше живучести. Потому что сейчас у меня в принципе мало живучести. Но в основном из-за шмота. Из-за того, что я еще не докачался. Но потом у меня будет куча маны, куча жизни. Ну была бы опять же, если бы я продолжал играть. Мана щилд. Возможно из-за количества маны и... Я же монете кнопки. И манна регена я смогу включить Arctic Armor. Потому что сейчас я его могу, конечно, включить. Но он жрет 30 маны в секунду просто так. Как из 150 маны, когда я двигаюсь. Плюс к 30, который он жрет просто так. То есть если я его включу и начну бежать, то мана у меня мгновенно кончается. Вот это вот мне не очень нравится. Потому что в старых версиях можно было очень легко набрать очень много мана регена. Сейчас у меня 55 мана регена. При том, что у меня мана реген на палке на моей. Ну, на кинжале. У меня мана реген на чем-то еще был. Тут Max Mana. Тут NSG Shield. Или, возможно, не было у меня мана регена еще ни на чем. Если так, то печально. Но в любом случае у меня куча мана регена на SKU 3. У меня Clarity включена. То есть в предыдущем патче до 1-2. С вот этими вот там... Во-первых, было больше мана регена на SKU 3. Но, во-вторых, просто с каким-то мана регеном. Там здесь 20 мана регена. Здесь там... Где-то еще сколько-то. Плюс Clarity, плюс большое количество мана. У меня сейчас 1000 мана. У меня было бы там уже 200 мана регена этого. При тех статах, которые у меня сейчас. Я бы вполне мог ранить этот Arctic Armor. И он помогает, потому что он снижает получаемый мною урон на 102. Огненный и физический урон за попадание. То есть это очень хорошо работает против того, что дамажит часто, но слабо. Потому что, по сути, каждое попадание снижается на эти 102. То есть всякие там воидбереры, которые на этой локации живут. Если я их еще всех не истребил. Сейчас я их попытаюсь найти. Вот. Если я под ним стою, он меня убивает достаточно быстро. Если бы я стоял под ним с Arctic Armor, он бы мне вообще ничего не делал. Потому что у него куча попаданий по небольшому количеству урона. И они бы все снижали за того, что каждое попадание наносит мне единицу урона. То есть он наносил бы мне там 5 урона в секунду. То есть, по сути, я могу это проверить сейчас, если я все это убью. Оно меня вообще не дамажит. То есть оно не то, что там 5 урона в секунду. Оно просто вообще меня никак не дамажит. Потому что он, видимо, снижается не до единицы, а до нуля. Совсем. Так что да, Arctic Armor это очень веселая штука против таких вот врагов. Но, опять же, только огненный и только физический урон. То есть если бы у меня даже был включен Arctic Armor, это бы меня не спасло от моей смерти. Печаль. Но что поделать. Ну, в общем, да. Наверное, это все, что я хочу сказать. Голосуйте в описании видео, каким билдом мне дальше играть. На хардкоре. Я не буду его стримить. Но я буду время от времени делать видео, наверное. Ну и... Да. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok